нокия xl dual sim это двухсимный аппарат от nokia первый смартфон на базе android очевидно надо было продать сначала nokia microsoft чтобы начать делать смартфоны на андроиде это конечно не совсем android это nokia x1 операционная система на базе android 412 nokia xl поставляется в такой картонной коробочке на которой указаны естественно основные характеристики здесь 5 дюймовый дисплей с разрешение 800 на 480 2 мегапиксельная фронтальная 5 мегапиксельная камера и работает он на да всего лишь на двух ядерном snapdragon частотой 1 гигагерц в коробке идет сам смартфон как вы уже поняли это разноцветные смартфоны в данном случае ярко зеленый экземпляр дальше здесь еще документация зарядка всего лишь на 750 миллиампер и наушники nokia xl имеет достаточно такой незатейный дизайн это прямоугольный корпус кирпичик правда здесь крышка съемная и она из прорезиненного пластика в данном случае ярко зеленого оттенка на передней панели расположен экран 5 дюймов над ним фронтальная камера 2 мегапикселя датчики приближения освещенности и одна всего лишь кнопка возврата в главное окно да здесь еще также на передней панели естественно есть разговорный динамик на верхнем торце аудиоразъем внизу micro usb разъем и справа кнопка питания блокировки экрана и регулятор громкости вот и весь набор на задней крышке имеется 5 мегапиксельная камера со светодиодной вспышкой и динамик громкой связи скажу сразу что снять заднюю крышку довольно сложно хотя придется это делать каждому кто приобретет данный смартфон тут даже указана наклеечка как его снимать но честно говоря даже воспользуясь этими обозначениями и прочитать инструкцию это не столь очевидно поскольку надо как бы надавить здесь в средней части крышки и попытаться и снять ну я уже приноровился вот просто за вверх цепляем и снимаем получаем доступ батарейном отсеку здесь аккумулятор на 2000 миллиампер часов карта памяти и 2 micro sim карты без возможности горячей замены крышка такой достаточно жесткий пластик надевается он конечно гораздо легче чем его снимать при этом все сразу схватываться и все плотно ничего не скрипит главное отличие от android это виде здесь внешнем виде интерфейсов здесь все сделано по подобию windows phone плитки приложения и так далее из-за того что платформа достаточно слабенькая то и приложение идут со скрипом в тесте антуду смартфон набирает всего лишь семь с половиной тысяч баллов а все из-за того что он работает на базе двухъядерного qelcom snapdragon с 4 play с частотой 1 гигагерц и графика adreno 203 оперативная память около 700 мегабайт все в hd-виде здесь идет 3d можно сказать что просто он не тянет а камера нет следующие настройки как обычно в левой части переключения на различные виды настроек основные из которых находятся в не на это нижняя левая кнопка под каждую если сейчас включена камера здесь настройки камеры если переключиться в режим видео то соответственно будет настройки видео кодировку видео нужно выбрать зато естественно можно выбрать длительность видео зависимости от которого будет больше или меньше сжатия понятно что если 30 секунд это будет наименьшее сжатие качество видео выбираются и можно увидеть разные форматы видео если напрямую не указано hd это и что а вот в таком виде так кстати похоже что здесь hd даже нет тоже здесь можно снять панораму и переключиться на фронтальную камеру зато фото получается достаточно хорошего качества аккумулятор на 2000 мАч обеспечивает просмотр видео около 9 часов и или 8 часов разговоров смартфон большой и яркий ну собственно говоря кто хочет получить вид как бы под windows фон то тоже можете его выбирать а так конечно достаточно слабенький аппарат хотя и выполняет основные функции ну и стоит он всего лишь 2000 гривен то есть около 200 долларов оставляйте лайки комментарии делитесь видео в социальных сетях подписывайтесь на мой канал каждую среду и субботу новые видео обзоры